Ни одну мировую звезду, ни одного героя не встречали так, как эту басую женщину с безумным взглядом. Не ждали, как Жанна, да, как богиня там, спасительница. Герои! Герои! И как только Надежда Савченко вернулась на родную землю, то произнесла слова, которые тогда всем показались лишь красивой фигурой речи. Очень выгодно, когда герои мертвые. Погано, когда они живые. Всем погано. Прошло совсем немного времени, и эта фраза превратилась в реальность. Всем стало по-настоящему погано. Национальная героиня отреклась от благодетелей из высшей власти, разнесла в пух и прах Верховную Раду. Ее стали называть агентом Кремля и сумасшедшей бабой. Есть опасения, что Савченко заткнут навсегда. В один прекрасный момент, ее переедет в трамвай. Но другие уверены, Надя непобедима, и Савченко еще покажет. Это бардак! Этот бардак надо заканчивать. Встреча этих женщин должна была превратиться в эффектное шоу. Юлия Тимошенко нарядилась в белый костюм и взяла с собой букет цветов. У меня великая гордость, что ты находишься в Верховной Раде. Надежда Савченко еще за решеткой стала номером один в предвыборном списке партии Батькевщина и депутатом Верховной Рады. Но говорить о политике совсем не хотела. Не дотрагивайтесь до меня. Я сильно отвыкла от тактильного контакта. Если каждый захочет мне пожать руку, то от меня ничего не останется. Юлия Тимошенко, как обычно, выступила с эффектной речью. Я думаю, что Надя для всего мира, для Украины символизирует несокрушимость Украины, силу, противостояние оккупантам. Но все пошло не так. Савченко не взяла букет и грубо отказалась обниматься с грант дамой украинской политики. Но Тимошенко не смутилась и отыграла сцену блестяще. Заявила, что вместе они уничтожат проклятую Раду. При тебе она станет другой. Они не смогут лукавить. При мне они просто не смогут там быть. Она может ход конем сделать не буквой Г, а конем по голове. Или там вообще навернуть доской по голове, как в фильме «Джентльмены удачи». Но в случае с Надеждой Савченко железная Юлия Владимировна потерпела позорная фиаско. Внешне эти дамы совершенно не похожи. Одна не чистит ногти и ходит в страшной одежде. Другая тратит огромные деньги на женский тюнинг и сногсшибательные наряды. Но у них есть общая черта. И Тимошенко, и Савченко внутри совсем не дамы. И после встречи в Бориспольском аэропорту Тимошенко крепко получила по лбу. Тимошенко была не прочь воспользоваться ее популярностью. Но через некоторое время выяснилось, что это не тот случай. Надежда Савченко попала в плен 17 июня 2014 года. И российские телезрители увидели ее первый допрос. У вас есть мои документы, вы прекрасно знаете, кто я. Женщина в военной форме, мешковатых штанах, среднего телосложения, с короткой стрижкой и очень цепкими такими стальными глазами, злыми глазами. Надежда Савченко служила в батальоне «Айдар» и участвовала в боевых действиях в Луганской области. Ее обвинили в соучастии в убийстве съемочной группы телеканала «Россия» корреспондента Игоря Корнелюка и звукорежиссера Антона Волошина. Это Савченко определила их координаты и по журналистам ударила артиллерия. Она прекрасно понимала, что это мирные журналисты, что это мирные граждане, что это, в общем-то, является воинским преступлением. Кроме этого, Савченко незаконно пересекла границу Российской Федерации под видом беженки. Но все обвинения она категорически отвергла и от дачи показаний отказалась. Даже если я знаю, я ничего не скажу. Савченко определили в российское СИЗО. И началась судебная эпопея, за время которой она превратилась на Украине в настоящую звезду. Ее освобождение требовали украинский президент и Верховная Рада, прогрессивная западная общественность, весь украинский народ. Здоровья! Здоровья! Та популярность, которая к ней пришла уже во время этого процесса, ну, это просто несоизмеримо вообще ни с чем. То есть это была просто настоящая истерия. На родине Савченко решили сделать представителем Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Это казалось блестящим ходом. Чтобы показать, вот, Россия держит не какую-то там военную преступницу, а депутатку парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот какие ужасные здесь варвары обитают, тоталитаристы и прочие злодеи. И в это же время впервые в истории Украины заключенную регистрируют под первым номером в избирательном списке всеукраинского объединения Батькивщина. Юлия Тимошенко считает, что Савченко – волшебный козырь, который поможет победить конкурентов. Избиратели обязательно проведут параллель. Страдающая в застенках Надя напомнит о судьбе самой Тимошенко, которая тоже, как она уверяла, незаслуженно сидела за решеткой. И после пережитых страданий въехала на Майдан на инвалидном кресле. В тот вечер Тимошенко приняли совсем не так, как ей мечталось на тюремной койке. На Майдане стояли люди, которым она была неинтересна, и даже больше. Она вызывала огромное раздражение. Толпа что-то покричала, посвистела, а затем ее так быстренько с этой колясочкой задвинули. А ее старые боевые товарищи, которые... Готовы были жизнь отдать, только бы освободить ее из тюрьмы. Заняли все главные места на Украине. Получили власть, получили ресурсы. А Юлия Тимошенко сделали ручкой. В 2014-м Надежда Савченко была главной героиней всех выпусков украинских новостей. Национальной иконой, символом мужества, чести, борьбы с ненавистной Россией. Савченко, конечно, была использована Тимошенко для того, чтобы попасть в Раду, потому что, согласно соцопросам, вот до того, как случилась эта история с Надеждой Савченко, у Батькивщины достаточно низкий был рейтинг. Февраль 2015 года. Возле зала заседаний Басманного суда толпятся журналисты. На скамейке сидит женщина деревенского вида. Это мама Надежды Савченко, Мария Ивановна. Я не разумею вас. То есть, по-украински, можете это говорить? Нет. Потом Мария Ивановна смягчается и все же вспоминает, что знает русский. Ну так что я могу вам сказать? Как вы все знаете, что делать в России с моей дочерью? Что я буду вам говорить? Что над ней издеваются? У Марии Ивановны спокойной жизни с Надей не было никогда. Одни сплошные проблемы. Надя была поздним ребенком и родилась с характером, справиться с которым было невозможно. Она хотела быть круче всех пацанов и все девчачье в себе задушило еще в младшей школе. Все время материлась, дралась и хулиганила. У нас районы такого известного в Украине Троещина, в котором живут очень много чернобыльцев. Это, ну как бы, если в рамках Москвы сравнивать, это где-то примерно как Орехово-Зуево в отношении Москвы. Вот такое же это Кукуева, это и есть это Троещина. Юность будущей звезды пришлась на 90-е, которые на Украине были тяжелее, чем в России. Визит в спальный район Киева был просто опасен для жизни. В каждом курсировали банды уличной гопоты, а в квартирах страшно пили и били домочадцев безработные мужики. Отец у Надежды Савченко был инженером-агротехником, мама занимала престижную должность заведующей текстильной фабрикой. Но быт и нравы в семье были беспросветно пролетарскими. Что и видно по манерам Нади. Папа очень сильно пьющий был и рано умерший поэтому. Ну, собственно, перед этим, как умер, он, по-моему, даже ушел из семьи. Старушки у подъезда дома до сих пор не уяснили сами себе, что за человек их бывшая соседка. Одни говорят героиня, другие говорят хитроиня. Да, одни говорят придурок. Что ненормально. Ну, а что я могу судить? Разве я знаю, побывая там, где она побывала, то можно дураком стать. Но Савченко никогда не говорила, что к ней применяли пытки или делали ее жизнь в российских застенках невыносимой. Претензий к условиям содержания в российском СИЗО она не имела. Там показательный пример. Она пишет об одном плохом охраннике, который ей что-то такое сказал оскорбительное. К ней тут же прибежали, пришли там представители правозащитных организаций, руководство вот этого изолятора там и все остальное. Этого парня немедленно из органов уволили, изгнали, наказали и все остальное. Савченко прошла судебно-психиатрическую экспертизу и была признана вменяемым человеком. Но ее поведение во время судебных заседаний адекватным назвать нельзя. А теперь остальное слово вы хотели, да? Вот вам мое остальное слово. Всем добро видно! Вела она себя на суде отвратительно, вызывающе, просто-напросто разыгрывала шоу. В российской тюрьме она провела два года и не раз объявляла голодовку. Сначала она отказалась от пищи, но принимала коктейли с аминокислотами. Потом перешла на голодовки сухие, но внешний вид у нее становился почему-то только лучше, что отмечали все, кто видел ее в зале судебных заседаний. Она денька погладшила, она посветлела, у нее глазки сделались ясные, она располнела, очень красивый бюст у нее на роз вырос. Ее маму, которая жила до этого серой жизнью, теперь обнимала Юлия Тимошенко. И дарила ей в день рождения дочери роскошные розы. О ней рассказывали все зарубежные телеканалы. И заботился госсекретарь США Джон Керри. Тюрьма нанесла ее психике тяжелую травму. С одной стороны, она боялась остаться в ней на долгие годы, а с другой, у нее явно поехала крыша от невероятного внимания к своей персоне и свалившейся славы. Это, конечно, человек, который приобрел новый опыт, и в том числе в этом новом опыте есть психические нарушения. Сто процентов. Бурила земля, Павла, там на жарот застоял. И как раз рассчитывали на то, что Савченко будет сидеть, сидеть и сидеть, и даст Бог вообще там помрет, значит, желательно побыстрее. А, в общем-то, украинские СМИ, политики будут возмущаться и говорить, вот видите, проклятый Путин уморил евродепутата, значит, депутата украинского парламента. Значит, бедная женщина, которая боролась за освобождение Родины. Суд посчитал вину Надежды Савченко доказанной и приговорил ее к 22 годам тюрьмы. Она пыталась вот таким образом, ну что ли, последний крик души своей проявить, таким вот своим резким и таким нахрапистым бахвальским поведением, тем самым маскируя свой страх. А в Киеве возле посольства России буйствовали экстремисты. Вооруженные бейсбольными битами, они громили припаркованные у депмиссии автомобили. Бросали на территорию посольства файеры и дымовые шашки. Мы не будем пока штурмовать посольства. Просто показали им, что в следующий раз окажемся уже за этими воротами. Экстремисты пообещали, что будут цанать, угромить все российское имущество на Украине. Наше посольство еле спасли от пожара. Савченко была в то время национальным героем, ради которого можно было сжечь все, что угодно. Надежда Савченко – пример украинского патриотизма, пример стойкости украинского духа. Задача президента Порошенко сейчас – сделать все для ее освобождения. Пускай себя она, Савченко, обменяет. И президент Украины заявил, что готов обменять Надежду на двоих россиян, захваченных в плен на востоке Украины. Президент России Владимир Путин пошел навстречу. 5 мая 2016 года по просьбе родственников погибших журналистов Савченко была отправлена домой. Почему ее Путин отпустил? Мне кажется, во-первых, для того, чтобы выучить российский граждан. Во-вторых, действительно, чтобы нейтрализовать создание из нее некой жанры. Что и получилось. Первый день на родине она сразу дала понять, что ни во что не ставит людей из высшей власти. Грубо повела себя с Тимошенко. На вручении ей звезды, героя Украины, всем видом давала понять президенту, что он ей вообще не интересен. Потом она заявила, что будет посмотреть и подумать, как сама жить дальше. Никого поддерживать не будет, а будет играть самостоятельную роль. Все будет хорошо, поверьте мне. Просто дайте мне не озлобиться, не опаскудиться. Я сделаю все, чтобы вы во мне не разочаровались. Она была настоящей иконой. А Савченко слагали легенды. И вся биография этой женщины была представлена исключительно в героическом свете. Поначалу подкупил, да, националистической позиции, убежденностью, заряженностью, готовностью воевать до последнего все такое. Вот в одном из украинских документальных фильмов Савченко в кабине пилота философствует на тему трудного покорения неба. Одно дело, когда ты сидишь и готовишься, а другое, когда тебя трясет в воздухе. Я удивляюсь, когда я называют лётчицей, потому что, знаете, вот как морская свинка, ничего общего не смотрим ни со свиньей. На экране она выглядит как профессиональный пилот. А вот на деле карьера лётчицы у неё не сложилась. В Харьковском университете воздушных сил её дважды пытались спустить на землю с формулировкой «непригодно к вылетам». На посадке она не видела землю. Просто она не могла выполнить посадку самолётом. Взлёт выполняла, полёт по кругу выполняла. Но после выполнения третьего разворота дальше полёта не было. Первый раз она штурмовала Харьковский университет воздушных сил имени Кожедуба сразу после школы. Но Наде объяснили, что сначала надо послужить в армии, а в военкомате, куда она пришла, её послали за справкой к психиатру. Это выглядело просто дико. Зачем девчонке армия, которой и мужики боятся? Семья Савченко оказалась на дне в этот период. Ну куда было пойти в тот момент? Один вариант – это в армию пойти. Для того, чтобы, по крайней мере, у тебя хоть какая-то была стабильность. После армии она смогла, наконец, пробиться в Харьковский университет воздушных сил. И после него служила в отдельной бригаде армейской авиации во Львовской области. В этом полку готовили военных для миротворческих миссий под патронатом НАТО. В автобиографии Савченко, написанной в тюрьме, это время выделено в главу под названием «Гнилое болото Броды». «Местные тыкали в меня пальцами и перешептывались. Моя прическа была для них странной. Они отшатывались от меня, как от дьявола, пряча от меня своих детей». Своих однополчан она обзывала тупыми и ленивыми. А жителей – брод, настоящим быдлом. Савченко мечтала летать на Су-24. А ее посадили за штурвал вертолета. У нее началась депрессия, которую она заливала водкой. Сама говорит о своих отлучках, самоволках, о своих пьянках, каких-то таких вещах. А в 2012-м Наде вдруг пришла в голову грандиозная идея. Она решила подать заявку на участие в украинской версии «Битвы экстрасенсов» на канале СТБ. Она попала в интересный эпизод. Одна из участниц битвы должна была обнаружить затаившегося снайпера. Объектом стала Савченко. Невероятное испытание пройдено, поэтому снайпер опускает оружие. «Привет, Кристин. Вы меня нашли. Вы победили. Не страшно было смотреть в глаза смерти?» «О, Боже!» Ясновидящая говорила, что снайпер – мужчина, а это оказалась женщина. Но экстрасенс объяснила, что чувствовала именно мужскую энергетику. Женщиной, как говорится, не пахла. На данный момент я являюсь действующим офицером вооруженных сил Украины в звании старший лейтенант. Я увидела, что у вас темные волосы, но я не ожидала, что у вас такие красивые глаза. Спасибо. В 2004-м Надя объявила маме, что добилась, чтобы ее отправили в Ирак. Мать плакала, но найти слова, которые удержали бы дочку дома, так и не смогла. Украина в коалиции, выгружаемой США, при Леониде Кучме, направила туда свой воинский контингент. Были различные зачистки, часто касавшиеся мирного населения. Вот украинские подразделения находились, выполняли вот такую грязную работу. Любительская съемка украинских миротворцев в Ираке. В очереди в душ можно разглядеть Надежду Савченко. В украинской миссии было всего 14 женщин. Но только одна Надежда Савченко выходила на поле боя. Она была стрелком на БТР. Температура была где-то плюс 60 градусов. На построении ребята начали падать от изнеможения. А я как-то быстро адаптировалась. Я голову там обрила на лосо, чтоб не жарко. Там были украинские военные журналисты. Один спросил, а что, в армию уже эпикантов берут? Он не понял, что я женщина. Ему объяснили. И журналисты тут же прибежали брать у меня интервью, как у единственной женщины, которая приехала в Ирак на мужской должности. Для того, чтобы летать, мне надо стать офицером. Я считаю, что настоящим офицером можно стать только тогда, когда пройдешь срочку и побываешь в боевых действиях, когда понюхаешь пороху. Только тогда из человека может получиться офицер. В своей книге Надежда, не стесняясь, рассказала, как ее сослуживцы наживались на войне в Ираке, воруя деньги, технику и амуницию. Эти военные части считались элитой украинской армии. А Савченко назвала их пьяным сбродом. Бьют ли наши вояки в миссиях? Бухают все. И в каждой миссии. В нашей армии принято даже вытрезвители ставить. Это, как правило, железные вагоны-контейнеры, куда забрасывают тех, кто уже сам не может из крутого пике выйти. Однажды случился страшный взрыв, и семь сослуживцев Савченко были разорваны на множество кусков. Собрать их никто не смог, кроме Нади. При этом в миротворческой коалиции украинцы считались самыми дешевыми вояками. За адскую работу рядовым бойцам платили 500 долларов в месяц, офицерам – тысячу. Но деньги для Савченко не играли роли. Она служила за идею. Идея была стать офицером, закалить свой характер. Сослуживцы ее страшно боялись. Вспоминают ее как человека достаточно агрессивного, неужибчивого, с которым крайне сложно. Мужчины начали ее уважать. Потому что мужчина, который знает, что женщина может его завтра зарезать, он будет побаиваться, будет слушать. Потом, когда Надя стала звездой, она сочинила красивую легенду о своей службе в Ираке. И эта сказка говорит о том, что женское в ней все же есть. В Ираке, по рассказам Савченко, за ней ухаживал принц Эс Сувейра. Привозил ей в часть золото, розы и финики. Пытался договориться с ее однополчанами, чтобы они отдали ему Надю в жены. Но она сказала, что не продается. И отвергла ухаживание влюбленного принца. За женщину в Ираке, чтобы на ней жениться, дают две с половиной тысячи. Принц давал за меня пятьдесят. Политика, она такая медийная игрушка, что помнят о человеке по скандальным ситуациям и по тем каким-то, знаете, как говорят, этот эффект тележки с оркестром. Тележка уже прошла, а оркестр все еще слышит. Перед первым своим заседанием в Раде она два часа сидела на бордюре, курила с задумчивым выражением лица. И казалось, что эта глубокая дума срежиссирована политтехнологами. Во-первых, долго сидеть на одном месте импульсивная Савченко не может. Во-вторых, камеры в Раде и возле нее заработали за три часа до начала заседания. Все ждали, что скажет Савченко. И она не подвела. Прошлась по журналистам. Журналисты, вы же собаки еще те. Про журналистов, мол, говорить плохо нельзя, но вы же как шакалы. Вы же только сенсации ищете. Но со мной номер не пройдет. Прошло совсем немного времени, и от надежды досталось новым коллегам. Депутаты, как школьники, сочкуют. Им просто лень работать, но я их не боюсь. Были в моей жизни времена и пострашнее. У меня вообще такое чувство, как будто я всю жизнь здесь сидела. Эта женщина откровенно сказала на суде, что является убийцей. Приходилось ли вам убивать людей? Да, я убивал людей. Но родственники погибших журналистов попросили ее помиловать. И Савченко вернулась на Украину. Там ее встретили как настоящего героя. И она отправилась на парламентскую ассамблею Совета Европы. Выступала там ровно две минуты. И дальше, как говорится, понеслось. Слава ударила в голову и очень сильно. Но очень быстро она стала понимать, что она действительно обладает реальной силой. В большую политику Надежда Савченко ворвалась в мятой блузке и редким для депутата Верховной Рады отношением к внешнему виду. Посидела с такими, знаете, нечищенными пятками и нестриженными когтями прямо в зале Верховной Рады на своем депутатском месте. Она сняла плакат с лозунгом «Свободу Надежды Савченко», повесила другой – «Свободу узникам Кремля». Произнесла невнятную речь, и всем стало ясно. Сказать ей особо нечего. Но энергия у нее сумасшедшая. Украина превыше всего. А для нас, для тех, кто сидит в этом зале, Украина превыше жизни каждого из нас. Зима 2014 года. Улица Грушевского. С одной стороны – щиты Беркута, с другой – люди в масках, которые бросают бутылки с зажигательной смесью. А вот и она – будущий депутат Верховной Рады и звезда украинской политики. Савченко была в то время действующим сотрудником Вооруженных сил Украины. И нарушила не просто устав, а Конституцию, приняв участие в вооруженных столкновениях с представителями украинской милиции. Но ей было наплевать. Она человек достаточно прямой, она бесхитростный. Она, можно сказать, даже ограниченный человек, ограниченный силой той среды, из которой вышла. Что случилось с Украиной после Майдана? В стране разруха, глобальное недоверие к власти. Украина потеряла часть своей территории. Каждый день проливается кровь солдат украинской армии и мирных граждан. 2 мая 2014 года в Одессе сгорели 50 человек, которые были против Евромайдана и пытались укрыться от тех, кто за в Доме профсоюзов. А президент не может сделать так, чтобы преступление это было раскрыто и виновные наказаны. Люди, которые сейчас впритык занимаются украинской политикой и, собственно, живут вот в этом бардаке, вот в этом хаосе, вот в этой, ну действительно, это клиника, это сумасшедший дом. У них что-то делается с психикой. Ведь, будучи здравомыслящим человеком, президент не может своими руками сделать героя из явно сумасшедшей женщины. И надеется на то, что эта неуправляемая особа будет служить ему верой и правдой. Савченко через два месяца после возвращения домой предложила Порошенко сдать власть назад Януковичу. Петру Алексеевичу придется просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его на Украину и уступить ему свое кресло. Порошенко, он себя позиционирует как человеком, который защищает интересы народа. А тут человек из народа, пришедший, и которого он сделал героем Украины, добился ее возвращения, там, триумфального на Украину, называет его врагом Украины. Савченко говорит, что в АТО она попала по собственному желанию. Надоело охранять дачу Виктора Януковича. Ее мама снова утирала слезы. Дочка опять придумала опасную для жизни авантюру. Ей отказывали, говорили, что не хватает подготовки, обвиняли в слабых морально-психологических навыках, но все же взяли в батальон Айдар. Это был батальон, скорее, не националистический, а батальон криминальный. Савченко туда, в общем, в этом смысле, прекрасно влилась, как человек вот такой тоже маргинальный. Батальон Айдар был организован в 2014 году. В него вошли самые агрессивные бойцы самообороны Майдана. Они патрулируют дороги Луганщины, пытаются отбить населенные пункты, которые находятся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики, занимаются разведкой и корректировкой огня, а также откровенным разбоем. В 2014 году организация «Международная амнистия» выпустила книгу с перечнем военных преступлений, совершенных этим батальоном. Похищения, пытки и казни людей, кражи, рэкет. Это карательный нацистский батальон. Причем это не только мы здесь, в России, утверждаем. Это единственный батальон, который был признан организацией преступной западными правозащитными организациями. И там колоссальный перечень преступлений, от которых просто волосы дыбом встают. Завченко быстро влилась в команду и стала в Айдаре мощным авторитетом. Ей удалось подмять всех бойцов и даже руководство. Она говорила потом, что на востоке Украины наконец-то почувствовала, что занимается полезным делом. Она была главным агрессором и обещала убивать русских вплоть до Камчатки. Те, кто побывал в плену у айдаровцев, рассказывали, что особой жестокостью отличалась именно Савченко. В населенном пункте Половинкино в заброшенном колбасном цехе для пленных был организован концлагерь. И самым ужасным для них была встреча со страшной бабой, которую звали Надя. Надежда Савченко прыгала на них там. Просто там, да, то есть как бы кричала там все, их надо на органы, они нам не нужны. На одном из заседаний Рады Савченко заснула. И злые языки зашептались. Это снова похмелье. О том, что Надежда любит выпить, Украина узнала сразу, как она вернулась из российских застенков. Пить она начала еще в самолете и залезла в кабину пилотов. Из двух с половиной часов полета она половину пути находилась в кабине пилотов и кричала. Украина, Харьков, Чугуев, ура! Полетели на Чугуев. Но мы сказали стоп. То, что на родину она вернулась пьяной, было очень заметно. Она крутилась в толпе журналистов, поражая неадекватным видом. Позировать перед камерами не хотела. Грубо повела себя с Тимошенко. Твердила одно. Дайте помыться и выпить водки. Поверьте, я отвечу вам на все вопросы. На самые паскудные вопросы. На самые хорошие вопросы. Эта женщина выросла в среде, где все не пили, а бухали. Училась в ПТУ, потом попала в армию, где водка тоже была ежедневной нормой жизни. Поэтому ее желание выпить совершенно понятно. К алкоголю мой организм достаточно стойкий был. Я хлопцев на спорь перепивала. А напилась, но так, чтобы в хлам набраться, я первый раз в 17 лет. Тогда отец еще говорил. Так, Надя, тебе пить нельзя. Ты страшная в пьянке. Особо много, пишет Надежда, она пила, когда попала в армию. Не раз почти до смерти травилась паленым алкоголем. Меры не знала. Зашибала круче, чем мужики. Вырубила меня как-то в кустах. Ехал на своей машине наш начальник. Увидел меня и вместо того, чтобы помочь, поехала растрезвонивать. Вон она в кустах пьяная валяется. Еще и в форме. Она умудрилась даже попасть под суд офицерской чести за пьянство. Но на разбирательстве дела о злостных нарушениях дисциплины имела вид независимый и наглый. Она показывает, что вот своим поведением, что я как бы не на вас абсолютно начихать. То есть как-то я смотрю на вас как на клоунов и буду вести себя как клоун. Все думали, что Савченко будет благодарна украинским властям за поддержку и освобождение. А она понесла депутатов по кочкам и первым делом назвала баранами, соревнующимися, у кого рога круче. А заседание Рады сочла бесполезными. Есть болото. Ты попадаешь, и чем больше ты его месишь, тем больше ты грузнешь. Ты понимаешь, что трепыхаться там как бы бесполезно. Наоборот, лучше замереть и подождать вот некоторое время. Собрались мужчины в костюмах, которые передатчики бьют друг другу морды. Что-то говорят, там кричат, но и толку никакого. Она демонстративно покинула заседание комитета Рады, где планировалось обсудить снабжение украинской армии, заявив, что повсюду брехня, фальшь, лукавство и предательство. У нас, честно говоря, сорвано заседание комитета госпожой Савченко. У нас нет кворума. Она объявила, что в стране процветает коррупция и особо много денег воруют в армии. Как-то ее пытались захлопать и отключить микрофон, но не тут-то было. На***** ему людей каждый день. Юлия Тимошенко тоже любит обвинять всех в тотальной коррупции, но доверия к ней в этом вопросе никакого. Ведь она долгие годы использовала высшую власть для личного обогащения и стала одной из самых богатых женщин Украины. Другое дело Надя. Денег у летчицы нет. Бизнесов никаких ей не надо. Она действительно за бедный народ. Услышав, что в 2016-м слуги народа повышали себе зарплату шесть раз, а спикер Порубий задекларировал сразу пять квартир, открыто заявила. Почитав декларации, я смеялась, глядя на состояние депутатов. Это МВФ может занимать у нас деньги. Депутаты оправдывались, мол, только сытый народный избранник может работать честно. Но катастрофически низкий рейтинг Верховной Рады упал еще ниже. Савченко – это человек, который говорит то, что думает, а в политике это не принято. Савченко вызывает у депутатов злость и частая ярость. Мандат позволяет ей выходить на высокую трибуну и раздавать пощечины высокому собранию, которое и без нее народ не любит и не уважает. Она ведет себя как человек, который оценивает реальность и игнорирует виртуальные процессы. Савченко обвиняет Порошенко в том, что он нарушает минские договоренности и не производит обмен пленными. Без санкции руководителя фракции Юлия Тимошенко 13 декабря 2016 года встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мы сидели за столом переговоров с людьми, с которыми мы когда-то стреляли друг в друга. Но в первую очередь это люди. И не нужно спешить вешать ярлыки – террористы, сепаратисты и прочее. Но подобные заявления на Украине просто невозможны. И Савченко немедленно обвинили в измене. У нее уже мир с сепаратюгами. Она уже с ними целуется. Я бы предложил ей выйти замуж за Захарченко. Можно за Плотницкого. Безусловно, прискорбно, что она добралась до парламента, что этот самолет, на котором она летела, не упал. Савченко сама себя назначила миротворцем. И, возможно, искренне, как человек, воевавший, хочет остановить реки крови. Люди устали от войны. Люди устали от призывов к разрушению. Люди устали от обнищания. Люди устали от того, что мужчины должны уходить из семьи и воевать. Дети растут без отцов. Женщины страдают. Но Юлия Тимошенко и другие украинские политики считают, что Савченко – это просто марионетка. И все не могут сообразить, кто дергает за нитки. Из Батькивщины ее погнали. Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. Но с партией Батькивщина у нее ничего общего нет. Ей уже грозят за предательство всякими карами, уголовными делами. Савченко уже была на допросе в СБУ. И про нее теперь ходят новые легенды, что вернулась из Москвы совсем не Надежда Савченко. Наденька – это двойник Наденьки. Во-вторых, Наденьке здесь в Кремле вживили чип. И непосредственно Владимир Владимирович Путин прямо в этот чип ей нашептывает. И на сегодня эта риторика про агентов Путина более привычна и более востребована украинская аудитория. Ее пытаются гасить. Запретили показывать по телевизору без санкции сверху. Теперь представляют фриком и идиоткой. Но она по-прежнему не лезет за словом в карман и клеймит украинскую власть. Вы выродки, не вечные. И вы выродки, не вечные. За эту самую политизированную в истории человечества войну вы ответите точно так же, как и за Майдан. И народные депутаты еще смеют меня критиковать за то, что я говорю, что войну нужно прекращать. Этот бардак надо заканчивать. Многие уверены, что вот-вот и на Надю будет совершено покушение. Она мешает всем. И президенту, рейтинг которого все ниже. И депутатам Рады, и националистам, у которых мозги набекрень. Однажды ее автомобиль уже слетел со скользкой дороги. А она все прет и прет. Знаете, так же, как я готова стать президентом, так же я готова стать монтажником-высотником. Я готова стать хоть уборщицей. Я готова стать кем угодно, если я буду приносить пользу. На сегодня, я думаю, в отношении Савченко появился реальный проект и реальный хозяин. Кажется, что Савченко пользуются люди, которые хотят свержения Петра Порошенко. И она все чаще говорит, что при этом президенте не будет мира и хорошей жизни. При этой власти не вернется ничего. С властью, которую люди выберут с желанием объединить Украину, вернуть территории из сердца людей, можно будет что-то изменить. Но другие считают, что никто ей не рулит. И все слова надежды идут от сердца. Дурная, заполошная, явно с искалеченной психикой женщина говорит о самом важном, что пора кончать воевать. Из власти нужно погнать всех казнокрадов. Настало время навести порядок. И в этом главный парадокс. Политики, которые считают себя нормальными, этого признавать не хотят. И тем более делать. Она может возглавить отдельную партию и без проблем может выиграть выборы в мажоритарном округе. Если бы они были досрочные, президентские выборы, она вполне могла бы конкурировать с Порошенко. Те, кто считают Савченко марионеткой, говорят, что ее хозяева специально переодели Надю в женственный наряд и накрасили мужеподобной даме губы. Мол, это тоже хитроумный план политтехнологов, чувствующих, что общество устало от агрессии военщины. А может, Савченко просто наконец-то влюбилась? Может быть, какой-то появился человек, который начал ее оценивать не только как испытанного бойца и жертвы российского правосудия, а просто как женщина. Многие говорят, что у Савченко, несмотря на все дикие выходки и то, что против нее президент и вся Верховная Рада, в украинской политике большое будущее. Если только ничего не случится. Я крайне удивляюсь тому, что я до сих пор, например, не сбил автомобиль случайно. Что потолок там у меня в квартире не обвалился. На Украине, когда речь идет о политической борьбе, а это, повторяю, борьба всегда и за финансовый ресурс, там сантиментов нет.